Здравствуйте, я Тарасенко Ольга Николаевна, педагог-психолог Дворца Творчества, педагог студии раннего творческого развития «Гармония». Представляю вам комплекс упражнений, направленных на развитие интеллектуальных способностей вашего ребенка. Знакомство с геометрическими фигурами. На эту тему подобрала несколько наглядных практических методик, которым вы можете заниматься с вашим ребенком дома и вообще использовать в вашей повседневной жизни. Это мини-плакат, где представлены наглядно представлены круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал и так далее. Занятия рассчитаны для детей младшего и среднего дошкольного возраста 3-4, 4-5 лет. Для ребенка 3-4 года необходимо знать круг, квадрат, треугольник. К 4-5 годам мы можем говорить о прямоугольнике, овале, трапеции, ромбе, пятиугольнике, шестиугольнике, но вообще это зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка и от темпов освоения того материала, который мы ему можем предложить. Начать знакомство с геометрическими фигурами можно, показав такой наглядный мини-плакат и прочитав стихи Тамары Зотовны Прописновой, автора книги «Математика с увлечением». Каждый ребенок знает, что круг напоминает яркое солнышко, подсолнухо донышко, колеса у машины и новый мяч у Нины. Вот четыре стороны, все как близнецы равны, и прямых угла четыре, как у рамки на картине. К четырехугольникам фигуру отнесем и квадратом назовем. Если три стороны и три угла вместе соединить, то сможем тогда очень легко треугольник получить. Для знакомства ребенка с геометрическими фигурами очень хорошо использовать пространство, в котором вы с ним находитесь, подключать фантазию его и вашу. Например, в комнате мы можем легко увидеть прямоугольник – это телевизор, а на кухне круг – это тарелка. И так далее. Можем обернуться вокруг и найти в каждом предмете какую-либо геометрическую фигуру. Ребенку четырех-пяти лет можно предложить воспользоваться вот таким рабочим листом, где у нас представлены разные геометрические фигуры и разные картинки. И спросить, на что похож мяч? Мяч похож на круг. Тогда соедини круг и мяч. А на что похож огурец? Огурец похож на овал. И мы можем соединить огурец и овал. Ну а давай найдем треугольник. Что похоже на треугольник? На треугольник похож знак пешеходного перехода. Вы можете составить такой рабочий лист самостоятельно. Еще один вариант рабочего листа. Все эти предметы похожи на фигуры. Можно предложить ребенку нарисовать эти фигуры рядом с картинками. Если у него уже получается нарисовать круг, он может нарисовать круг рядом со спасательным кругом. Или треугольник рядом с морковкой. А на что похож мяч? Мяч тоже похож на круг. А на что похож батон хлеба? На овал. И таким образом он ищет фигуру, ищет предмет. Им учится рисовать геометрические фигуры на листе. Для этого упражнения вы можете использовать что угодно. Зубочистки, спички. Можно вот такие палочки. Предложить ребенку посчитать, сколько палочек. 1, 2, 3. И что же у нас получилось? Получился треугольник. И по вашему образу рядом он может составить самостоятельно точно такой же. А если мы добавим еще одну палочку? Их уже получится. 1, 2, 3, 4 палочки. И у нас получился квадрат. Попробуй сделать так же. К четырем палочкам прибавляем еще одну. 1, 2, 3, 4, 5. Что это за фигура? Это трапеция. Попробуй сделать так же. А если мы добавим шестую палочку, то из трапеции у нас может получиться вот такая фигура. Как она называется? Она называется прямоугольник. Найдите дома емкости разной формы. Например, круглую и квадратную. И предложите ребенку набор карточек, на котором нарисованы круги и квадраты. И попросите его взять эти карточки и по одной карточке раскладывать. Если на карточке нарисован квадрат, то положить в квадратную емкость. Если круг, в круглую. Если квадрат, в квадратную. А если круг, в круглую. Пусть он справится с этим заданием самостоятельно. Мы можем усложнить данное упражнение. Добавить треугольники, перемешать и попросить ребенка разложить по трем группам. Отдельно квадраты, отдельно треугольники и отдельно круги. Уже без подсказки. По одной карточке раскладывать на три разные группы по форме. Для данного упражнения вам понадобится три листа в форме квадрата и ножницы. Если вашему ребенку три года, то вы можете только показывать ему это упражнение. Если он уже умеет работать с ножницами, то можете его вовлекать в интересный фокус. Спросите его, как ты думаешь, смогу я из этого листа, из квадрата, сделать два прямоугольника? Давай попробуем. Складываем лист пополам. И разрезаем по линии сгиба. Если мы ровно разрежем, у нас получится два одинаковых прямоугольника. Видишь? Видит. А теперь попробуй сложить их обратно в квадрат. И пусть он попробует сложить квадрат ровненький. У него обратно получится один квадрат из двух равных прямоугольников. Берем второй квадрат. Как ты думаешь? А получится у меня из одного квадрата два треугольника. Давай попробуем вместе. Складываем квадрат пополам и разрезаем по линии сгиба. Смотри, у нас получилось два треугольника. Попробуй их сложить так, чтобы из двух треугольников получился квадрат. Получился. Но у нас остался еще один квадрат. Как ты думаешь? Из одного квадрата может получиться четыре треугольника. Давай попробуем вместе. Складываем наш квадрат пополам. И еще раз пополам. И у нас получается четыре треугольника. Мы сейчас разрежем все по линии сгиба. И после этого предложим ребенку самостоятельно собрать такую самодельную мозаику. Из четырех треугольников собрать один большой квадрат. Это упражнение для знакомства с геометрическими фигурами и развития пространственного восприятия. Предложим ребенку три разноцветные фигуры. Круг, треугольник и квадрат. И попросим его. Возьми в руки круг и положи его на квадрат. А теперь возьми треугольник и положи справа от квадрата. Возьми круг и положи над треугольником. А теперь квадрат под треугольник. Для знакомства с геометрическими фигурами можно воспользоваться вот таким трафаретом, где представлены разные фигуры и карандашом. И можно попросить ребенка нарисовать определенное количество, например, кругов. Нарисуй три круга. Один, два, три. И можно попросить нарисовать круг, а внутри круга квадрат. Справа от круга треугольник. И так далее. Такое упражнение развивает не только представление о геометрических фигурах, но и пространство восприятия. В процессе знакомства с геометрическими фигурами можно развивать фантазию вашего ребенка. Например, сделать аппликацию из геометрических фигур. Из треугольников можем сложить елку, крышу, а из квадратов можем сделать дом, окно и трубу. Можем усложнить данное задание и предложить ребенку придумать, что можно сделать из квадрата, из круга, из прямоугольника, так как это получилось вот с этим кругом и зайчиком. Из круга мы можем сделать солнышко, а из прямоугольника телевизор и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!